Добрый день дорогие мои! В прошлый раз мы очень увлеклись, времени ушло достаточно много, но будем надеяться, что все это получится. Наша техника нас не подведет, все выгрузится благополучно и качество при этом не пострадает. Итак, мы в прошлый раз, напоминаю вам, начали тему построения, отвечая на вопрос подписчицы, начали тему, как построить вот такой вот рукавчик, у которого, как бы, он идет цельнокрайонный с нашей полочкой, с центральной частью полочки и выглядит вот таким вот образом. И я решила сначала эту выточку сразу открыть сюда, но тогда рукавчик разворачивается вот в эту часть. Оставим все как есть. Вот вы видите, что у нас получилось с центральной частью. Повторяю еще раз. Вырезаете вот эту конструкцию из бумаги. Ну, естественно, добавляете вот сюда полузанос. Если нужно, цельнокрайонный воротник. И разрезаете вот по этой линии. Давайте мы ее изобразим штрихами. Вот по этой линии, по маленькой выточке делаете разрез. После того, как сделали вот этот разрез, у вас может закрыться легко вот эта выточка, и она, центральная часть делается прямой, а здесь появится маленькая, коротенькая, остаточная выточка. Ее можно перевести в посадку, нужно при случае. Можно перевести в посадку. А теперь давайте посмотрим, как же будет выглядеть вот эта боковая часть. Вот эта вот. Я сейчас ее заштрихую, да. Вот эта боковая часть, мы ее пока не тронули, про нее мы не поговорили. Что же там у нас осталось? Осталось у нас вот что. Посмотрите, вот эта выточка, которая была, если она вам не нужна, значит вы просто про нее забываете. Если вам не нужно вот это приталивание, вы просто выпрямляете этот шов и так далее. Но я сделаю, допустим, с этой выточкой. Воспоминаем тему рельефа, переносим это сюда, переносим эту вершинку сюда, переносим вот это расстояние в эту сторону и сдвигаем вот так вот в сторону все ее такие растворы. И получается у нас, она сдвигается вот сюда и преображается вот в такой вот вид. Сейчас возьмем другой цветной карандаш. Допустим, синенький. Синенький, наверное, мало будет отличаться. Ну, пусть будет красненький. Красненький. И вот посмотрите, что у нас с бачком получается. Как он выглядит? Вот как он выглядит. Так. 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 И вот так. Вот это будет боковая часть. Ну, сложность вот в этой всей конструкции, конечно, в обработке вот этого уголочка. Про технологию поговорим позже. Про то, почему я редко использую вот это, я тоже вам расскажу. Но просьба есть. Просьба времени много прошло. Я все оттягивала. Думаю, ну ладно, все равно раз людям интересно. Сегодня это модно. Очень часто встречается в промышленности, в промышленном изготовлении подобный крой. Надо, чтобы люди имели возможность его повторить, если у них нестандартная фигурка. И то, что в магазине не подходит. Итак, мы справились с вами с передней половинкой. Давайте поработаем теперь с задней половинкой. Помните вот про эту точку R. Точка R – это наша высота оката была. Вот она у нас. Точка R – это высота оката была на нашем рукавчике. Поэтому я измеряю контрольную точку. Вот у нас мерочка. Вот эта мерочка у нас P1. А вот это буква R. П1R – прям можно прямой линией померить, но чуть-чуть добавить. 16 см. Так, запомнили эту цифру. Затем из точки P2. Синий вот этот карандаш у нас будет. Вот из этой точки P2. Уже из приподнятой. Я буду проводить дугу радиусом равным отрезку P1R плюс 2 см. Это на посадку. То есть и 18 см сейчас возьму. 18 см. Потому что эти рукавчики любят посадку. И проводим вот так вот мы тугу. 18 см. Затем берем в руки заднюю половинку рукава. Точно так же совмещаем их вот здесь вот под мышечкой. Вот так совместили, да? И выбираем общую точку, как в прошлый раз. Вот допустим вот так выбрали. И перечеркнули. Но здесь я уже подрезать не буду. Потому что мне нужна вот эта часть немножко длиннее. Переворачиваем рукав. Совмещаем с общей точки. Вот так вот совместили, да? И вращаем так, чтобы у нас буква R попала на дугу. Вот посмотрите, как она у меня попала. После этого я обвожу свой рукавчик в том виде, в каком его вижу. Без всяких изменений. Вот сюда. Вот сюда. Вот так вот я его выведу, да? Абсолютно никаких изменений нет. Была выточка. Значит, делаете выточку. И строим. И мы вот такой получаем рукавчик. Так. Так. Здесь. В этих рукавах я бы вот сейчас не, возможно, и не рассказывала бы эту тему, да? Потому что не считаю ее такой уж прямо актуальной, полезной, нужной какой-то. Ну, просят люди, привыкла просьба выполнять, раз обещала, что выполню, да? Я это делаю. Почему? Сейчас объясню. Объясню, когда расскажу все до конца. Пока что я вам просто повторяю тему рукава-реглан. Оформляем переход для рукавчика. Опять смотрите вот здесь. Вот так. Зачем мне нужно было подниматься на эти полтора сантиметра? Видите, это для того, чтобы было что вот здесь вот сгладить. И я вот сейчас уже, вы видите, что я его немножечко опустила в этой точке. Для того, чтобы у меня гладкая, красивая, хорошая нарисовалась эта линия. Дальше. Так у меня выглядит рукавчик. Вот эта выточка, конечно, на пальто, допустим, на мягкой ткани, я ее шить не стану. Я ее переведу в посадку. Точно так же в посадку можно было сделать вот здесь разрезик, да? Закрыть эти стороны выточки наполовинку. Она бы стала в два раза короче. И вот здесь посадочка произошла бы гораздо легче, да? Но тогда и здесь появилась бы небольшая посадка. А сейчас эта посадка на спиночке будет вот здесь, вот здесь, вот здесь. И немножко вот здесь. То есть я предпочитаю в таких рукавах делать посадку по всему рукавчику. Тогда его немножечко как бы отгибает, отворачивает и отводит вперед. И получается довольно-таки хорошо. Ну а теперь посмотрите. Нам нужно вывести вот этот уголок. Вот мы сейчас находимся вот здесь, вот в этой точке, да? Мне нужно нарисовать рельефчик на спинке. Но помню про то, что у меня вот эта часть уже на ткани есть. И поэтому куда я сейчас пойду? Сначала простым карандашиком нарисую. Отложу от этой точки две величины припуска на обработку. Потому что мне нужно будет их добавить и сюда, и сюда на обе стороны, да? Две величины припуска на обработку. И уже ближе этой точки я подходить не могу. И дальше можно уже двигаться как ты хочешь. Ну допустим вот так. И вот так. У меня научилась, нарисовалась несущая сторона моего рельефчика. Смотрите. Вот так. Вот так. 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 Выточка по модели, плечевая, осталась у меня здесь, в горловинке. Поэтому никаких я с ней проблем иметь не буду. И вы вместе со мной. И у нас получилась вот такая вот картинка. И вот, пожалуй, и все. И вы понимаете, что сейчас я должна нарисовать бочок. Боковую часть вот этой спинки. Вот эту часть боковую сейчас нарисуем. Что на нее остается? Во-первых, если хотите, можете вот эту выточку сохранить. Опять сдвигаем выточку на рельефную линию. Сначала двигаем вершинки. Потом вот этот раствор измерили. И весь раствор вот сюда отложили. И выточка стала иметь вот такой вот какой-то вид. Сейчас мы ее все обведем. Как выглядит у нас боковая часть спинки? И она выглядит у нас вот так. Вот так. И выглядит она у нас вот так. Ну, вот, собственно говоря, и все. Вот это я называю общей точкой О2. А вот это я называю общей точкой О1. Это общая точка передняя. Это общая точка задняя. Что там по времени? По времени у нас 10 минут. Так вот, мои хорошие. Вот так строится цель на выкроенной руках реглан. Не знаю, достаточно ли вы вот сейчас поймете меня или нет. Добавляя из этой линии какие-то другие линии. Например, если я из этой точки не хочу просто портить сейчас этот чертеж. Возьму и нарисую эту линию вот так. Смотрите. Значит, на этом чертеже она будет у меня выглядеть вот так. Появляется вот такой шовчик здесь впереди. Например. Так. То же самое можно сделать, допустим, на спинке. Если вы сделаете такую же линию. К чему я это клоню? К тому, что тогда можно обойтись вот без этих рельефных линий. Потому что если вы вырезаете здесь, вам надо обойти только вот эту часть. Можно вот эту часть сдвинуть и получить вот здесь вот бачок. Но, может быть, в продолжении вот этой темы я и приведу вам какие-то разные вариации на следующее занятие. Уже у нас 12 минут почти доходит. А сейчас я хотела сказать вот что. Посмотрите, мои хорошие. Самое главное. Возьмем жирный черный фломастер. Синий фломастер. Или даже, ну пусть будет синий. Его будет все равно хорошо видно. Значит, самое главное во всей этой конструкции вот что. Это нужно очень точно определить изначально на своей фигурке, на своем теле. Точки О1 и точки О2. Я взяла их так, как они у меня оказались на проймах. Если вы снимали мерочки правильно, то больших расхождений у вас быть не должно. Но мало ли что. Вдруг вы захотите, сделайте сначала себе вот такой макетик. Без уточнения вот этих точек. Потом, когда вы все это из макетов... Я большая противница всяких макетов. Но это как раз вот, пожалуй, единственно тот случай, где я просто вам рекомендовала бы сделать макет. Ну, хотя бы сделайте его до талии. Зачем? Затем, чтобы надо точно увидеть, куда на месте вашей фигурки, куда на фигурке попадут точки О1 и О2. Потому что их местоположение может вас не обрадовать. Они могут оказаться достаточно широко по отношению друг к другу. И будут визуально вот эта часть. Видите, вот эта часть может оказаться очень широкой. И впереди, и сзади. И вам захочется эту точку подвинуть немножко вперед, чтобы она выглядела вот так. Скажем, вот так и вот так на спинке. Видно меня хорошо, да? То же самое здесь. Может быть, вам эту точку захочется вот сюда вот перенести. И так далее. Как это будет выглядеть? Посмотрите. Ну, давайте вот со спинкой, например. На спинке вот это расстояние у нас сейчас оказалось от точки О до середины спинки 18 сантиметров. Да? Потому что мерка шага 2 равна была 18. А вам показалось, что плечи кажутся широковатыми, и вам хочется все сузиться немножко. Вы хотите, скажем, 17. И вы эту точку ставите туда, где хотите. Вот 17 сантиметров. Тогда требуется откорректировать вот эти линии, которые соединяются друг с другом. Посмотрите, как будет при этом тогда изменяться пройма. Пройма на красненьком нашем боковом вот этом участке. Смотрите, куда она идет? Вот сюда идет. Но ведь этой пройме, и длина уже этого отрезка стала немножко больше. Но ведь этой пройме раньше соответствовала вот эта часть рукавчика. Поэтому вы берете и удлиняете эту часть рукавчика. Насколько? И промеряете точно вот эту историю. И удлиняете, ну, допустим, вот так вот сюда. Вот так рисуете. Чтобы они полностью совпадали и были одинаковы. Но тогда чуть-чуть шире становится у вас рукав, да и на здоровье. То есть в любом случае те линии, которые сопрягаются, а это вот это и вот это, они должны быть абсолютно одинаковые. И всю эту одинаковость вы не должны оставлять до сметки, когда там вдруг она обнаружится, непонятная вам. А вы должны вот это все сделать здесь. Ну и в соответствии с этим корректируется дальше вот эта линия. Вот сюда может отодвинуться и дальше уже потому как было. Ну и, соответственно, боковая часть вот этого бачка. Вот она. И вот это вот уже у нас пойдет бачок. Ну вот, то есть вы имеете возможность вот эти точки немножечко подружить, свести их ближе к центру. И точно так же не буду портить эту картинку. Мы выполнить можем и вот эту вот переднюю корректировку передней половинки. Вот сейчас между ними оказалось тоже 18 сантиметров. А я, может быть, хочу, чтобы было не 36, а 34 или даже 32. Такое тоже бывало у меня в практике и бывало в моей жизни. То есть не нужно этого бояться. Я, конечно, макеты не строю, но я сразу пытаюсь определить поточнее место для этих точек. Место это, как правило, лишить на пройме, конечно же. Или сдвигается чуть-чуть ближе к центру по фасону и по модели. Ну а дальше просто вот эти все отрезки, длинные этих отрезков дружат друг с другом. И скороговорка уже скажу буквально, почему я не очень люблю вот эту вот историю. Шила я себе в 80-е, 90-е годы такие блузки. Как бы я... Видите, вот эти уголочки, они очень опасны. Шили мы и платья тогда, и пальто тоже шили. Мода циклично, она же возвращается. Сейчас это снова обрело какую-то вторую, не знаю, уже и не вторую жизнь много-много лет. Но вот как бы ты ни укреплял вот эти уголочки, это технологически опасный вот такой вот участок. Вот в этом месте, да. Припуски там иногда сводятся до одного миллиметра. И проклеиваем, и настрачиваем, и все-все. Но рано или поздно очень быстро наступает какой-то вот... Может быть тогда ткани были жесткие, такие не тянущиеся, таких вот стрейчевых тканей было мало. Но помню очень быстро, это моя шелковая блузка вышла из строя. А в ателье, и того печальнее был случай. Вот на базе вот этой выкройки с золотой вышивкой мы шили подружки невесты бархатное платье. Бархат был хлопковый, конечно, никуда не тянулся. С тонкой талией, тут все было приталено. Бесподобно красивое было платье. С широковатым таким плечевым поясом объемным по тем временам. И пока ее прижали на заднем сидении в автомобиле, короче, вот эти углы у нее и порвались. Было очень обидно и печально. На всю жизнь я это запомнила, и больше я такую историю стараюсь не повторять. Но, а по вашей просьбе я это сделала. Итак, мои дорогие, на этом разрешите эту тему закончить. Пожалуйста, высказывайте свои пожелания. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Ваша Галина Коломейко.